Сборная МЧС из Пензы за хоккейным кубком в Севастополь приехала уже во второй раз. В прошлом году заняли второе место. В этом настроены на победу. Ведь лед для них как огонь, почти родная стихия. Мы занимаемся хоккеем, буквально 7 лет занимались. Потом все стали работниками МЧС. Ездим на работу, тушим пожары. Основная наша работа. Ну и в любимое свободное время играем в хоккей еще. Но севастопольские черноморцы так просто победу не отдают. Весь этот год они усердно тренировались, чтобы на этом чемпионате стать лучшими. Настрой, конечно, боевой, побеждать. Нам только первые места нужны. Ни второе, ни третье. Только вперед. Но сегодня эти команды на ледовой арене в роли болельщиков. На открытии чемпионата они наблюдают, как играют звезды мирового хоккея, олимпийские чемпионы, участники команд «Легенды хоккея» и друзья ВМФ. Специально, чтобы сыграть в галам матч на «Севастопольский лед» вышли Геннадий Тимченко, Алексей Косатонов, Валерий Каменский и Василий Прохоров. Команды приветствуют друг друга по традиции – хоккейными аплодисментами и музыкой. «Тимченко, Геннадий Николаевич!» За легенд хоккея играет легенда Черноморского флота – вице-адмирал Александр Моисеев. Одним из первых он забивает гол за свою команду. И хотя матч короче, чем обычно, всего три периода по 15 минут, за ним с восторгом наблюдают и взрослые, и дети. Для начинающих хоккеистов смотреть на таких профессионалов – толчок для роста и вдохновения. Я надеюсь, что победит сильнейший, а для наших молодых ребят, для наших деток – это, конечно, яркий пример на поле, яркое событие и в городе. Я уверен, что с учетом строительства новых объектов, новых площадок, которые будут в «Севастополе», мы будем тем городом, где будут рождаться новые олимпийские звезды. Матч завершился победой легенды хоккея со счетом 11-6, а победители чемпионата и призеры кубка станут известны уже 17 мая. Татьяна Конради, Екатерина Брега, Андрей Вовк, Новости ХТВ.